Игрок команды ЦСКА Трунтаев Егор. Егор, первый вопрос по поводу игры. Что получилось у команды, что нет? Почему такой результат? Ну, не знаю. Скорее всего, погодные условия сказались. Как бы поле в не лучшем состоянии. Надо было быстрее через пас выходить. Быстрее выход из обороны в атаку. Вот это, скорее всего, не получилось у нас. Что можешь сказать по поводу соперника команды Ростова? Хорошая команда боевая. Вышла заряженная на игру. Хороший прессик у них был. А так, повторюсь, хорошая боевая команда. С победой. Какую установку тренер давал перед игрой? Опять же, с погодными условиями. Какие-то коррективы вносил? Мы должны были встречать в третьей сезоне. Отталкиваться, как будет играть Ростов. И быстрый переход из обороны в атаку у нас не получился. И из-за этого недовольный результат. Будем пересматривать игру, двигаться дальше. В чем ты видишь усиление игры? За счет чего можете прибавить? У нас есть хорошие ребята в центре. Техничные, быстрые нападающие. Надо быстрее к ним мячи доставлять. И над завершением поработать. Над реализацией. Спасибо большое. Игрок команды футбольный клуб Ростов шепит Никита. Никита, сразу вопрос. Ощущаешь ли ты без себя героем в данной встрече? Три мяча, хитрик? В любом случае это очень приятно. Безумно приятно. Самое главное, это не три моих забитых мяча. В первую очередь, это победа команды. Это три очка. Начало сезона задалось у нас, мягко скажем, не самым удачным. И приятно, что мы потихоньку за счет тренировок можем выправить ситуацию. И мы делаем все, что в наших силах. Спасибо команде и тренеру. Как ты считаешь, в чем сильнее сегодня был Ростов по сравнению с командой ЦСКА? Ну, сходу трудно, так сказать. Надо пересматривать игру. Ну, если сказать сразу, то это, конечно, как мне кажется, это желание. ЦСКА само собой тоже очень хотел победить. Но, как мне кажется, мы были более заряжены на борьбу. И за счет команды, слаженной игры мы сумели добиться положительного результата. Оля какую-то поправку вносила в игру? Ну, конечно, мяч ходил быстрее. Но, чтобы сказалось как-то кардинально, такого не чувствовалось. Спасибо большое, с победой. Ну, клубы, как ЦСКА. Вдвойне такое было желание у ребят показать, что они способны конкурировать с, можно сказать, лучшими академиями страны. Забили во втором тайме второй гол, тут же пропустили. Какие мысли были? Может быть, были мысли сразу какие-то корректировки вести? И с чем связан был так быстро пропущенный гол? Ведь обычно, когда команда забивает, она наоборот окрыляется. А здесь вот такой вот произошел форс-мажор, скажем так. Нам, в общем, игра давалась. План на игру ребята хорошо выполняли. Вот. И поэтому каких-то корректировок мы по ходу игры не вносили. Вот такого плана, что мы хотели выдержать в одном ключе весь матч. Если бы они понадобились, у нас был план Б. Вот. Но я считаю, что план А сработал. Что касается пропущенного гола, после забитого второго, то такой есть момент, что какая-то, чтобы мы им не кричали, ребятам, что внимательно, первые минуты. Но какая-то расслабленность после счета, когда становится более-менее комфортной 2-0, она, видимо, присутствует. И допустили детскую ошибку. Смотрели за мячом, когда надо было за ним бежать. Вот. Поэтому пропустили гол. Ну и, конечно, ЦСКА хотела сразу же доказать, что они еще в игре. Сегодня Никита Шепец сделал хит-трик. Считать ли его героем встреч? Я очень рад за Никиту. Очень рад вообще за всех ребят. Но, как говорится, прорвало. Прорвало. Зенитом моменты были. В каждом матче были моменты. Первый такой был положительный момент, это когда он забил мяч в ворота Строгино. И сегодня как раз вот три гола. Очень рад за него. Конечно, все герои встречи выделять никого не хочется. Но, я думаю, три мяча сами за себя говорят. Сегодня с утра, когда был сильный снегопад, не екнуло ли сердце о том, состоится матч вообще или нет? У нас сейчас хорошо заботится о нас. Видео было, нам присылали, мы следили, как убираются лопатами, как вчера убиралось, как все здесь готовилось, как поле проверялось. Поэтому я был уверен, что поле подготовит. Спасибо большое, с победой и удачи в следующих играх. Спасибо.